Когда я кончил говорить это, Весь дрожа от ужаса вдруг услышал за собой страшный голос. Приподняв голову, я посмотрел, кто это зовет и куда велит вернуться, Но не увидел ничего, даже своего проводника Всеведа. И тот уже меня оставил. Тут снова послышался голос. Воротись. Не зная, куда вернуться и как выйти из этого врага, я начал горевать. Тогда голос в третий раз позвал. Воротись, откуда вышел в дом сердца своего и закрой двери. Собрав тогда, насколько мог, свои мысли, и закрыв глаза, уши, уста, ностри и все сообщения с внешностью, Вступил я во внутрь сердца своего, где была зма. Но когда, прищурив глаза, я немного осмотрелся И увидел незначительный, входящий через щели свет, Нашел я наверху в своде той моей комнатки какое-то окно большое, овальной формы, Стеклянное, но загрязненное и замазанное чем-то так густо, Что никакого света через него не проникало. Обо всем этом я размышлял сам с собою и ждал, что будет дальше. Вдруг сверху блеснул ясный свет. Подняв по направлению к нему глаза, я увидел, что вверх не одно полно сияния, И в этом сиянии спускается ко мне вниз что-то, фигура, похожая на нас, Но, судя по сиянию, истинный Бог. Он, сама нежность, сама дружелюбность, Обратился ко мне первым долгом со следующими милыми моему сердцу словами. «Здравствуй, здравствуй, мой дорогой сын и брат!» Сказав это, он обнял меня и поцеловал. Какой-то нежащий аромат от него проник в мою душу, И я преисполнился такой невыразимой радостью, Что слезы потекли из глаз моих. Он, видя, что я мне себя от радости продолжал говорить. «Где ты был, мой сын? Где ты был так долго? Куда ходил? Чего искал в свете? Утешение? А где ты должен был искать его, как не в Боге? А Бога где найти, как не в храме его? А который храм Бога живого, как не тот храм живой? Который он приготовил сам себе, твое собственное сердце? Смотрел я мой сын, как ты нуждал, но дольше смотреть не хотел. Привел тебя к себе тем, что увидел тебя в храме сердца твоего. Ибо здесь я выбрал дворец для своего пребывания. Услышав эти речи и поняв, что это мой Спаситель Иисус Христос, я сложил руки, подал их Ему и сказал, «Теперь я твой, Господь мой Иисус Христос. Возьми меня к себе. Хочу быть и оставаться Твоим навеки. Далеко я был от Тебя, Божий, вечная радость моя, но Ты, смилостивившись, приблизился ко мне. Грешил я, но Ты образумил меня. Блуждал я, не зная, куда идти, но Ты навел меня на правый путь. Ушел я был от Тебя и потерял и Тебя, и себя, но Ты, сердце мое, явившись, вернул меня к Тебе и Тебя ко мне. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и плясать во имя Твое. Ибо Ты, высший над всеми высотами, глубочайший над всеми глубинами, дивный, славный и полный милосердия. Вот я Твой, Твой собственный, Твой вечно. Дух Твой благий да наставит меня и ведет среди сетей света на землю правую. Милосердием Твоим сопутствуй мне на путях моих и проведи через эту, увы, полную тревогу к темноту мира, к Твоему вечному свету. Аминь и аминь. Аминь и аминь и аминь. Аминь и аминь. 650, блог scrive наь, Редактор субтитров logística. Игорь, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok